Начнем? Так, здравствуйте, товарищи! Значит, первая информация по тем, спасибо, садитесь, материалам, которые вам нужны для творческой работы. Это свежий, но новейший коллективный договор акционерного общества 1-й контейнерный терминал. Вот я вам давал экземпляры рейтингового договора закрытого акционерного общества 1-й контейнерный терминал. Я еще три штуки принес, чтобы можно было иметь, так сказать, в руках. Теперь, я думаю, у вас достаточно много, чтобы можно было пользоваться. А также направлен мною на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии новый текст коллективного договора на 17-е и 20-е годы. По закону он может быть продлен еще на три года. Вы можете их сравнить и видеть, что они основные свои завоевания при длительных переговорах сохранили. Причем они для того, чтобы выиграть вот этот свой спор, они долгое время находились в забастовочном состоянии. Что это означает? Фред забастовочного. Это означает, что они всю процедуру, предусмотренный закон, прошли. Она длинная. Это примерно 31 день надо, как минимум, пройти процедуру. А забастовку не объявляли. И в этом состоянии проводили переговоры по заключению нового коллективного договора. То есть как забастовка, чтобы началась. Нужно было им собрать конференцию и написать бумагу, как она будет проходить. И все. Началась забастовка. И это, поскольку они делали такие вещи и не раз, Поэтому для администрации было понятно, что не стоит в это играть. Что делала администрация? Администрация в условиях, когда все меньше и меньше у них оказалось работы. Собственник сменился. Теперь GlobalPorts там компания. Раньше был Южилин, брат прежнего генерального директора. Миллиардер у него 2 миллиарда долларов. А теперь GlobalPorts у нее неиспетные богатства. Она имеет в находке соответствующие порты. Поэтому с ней вообще переговоры тяжело вести. Тем не менее, что удалось сделать товарищам в порту? Они сделали таким образом, поскольку у них по договору нельзя уволить ни одного члена Российского профсоюза докеров или профсоюза работников водного транспорта. Там образован единый представительный орган. Обратите внимание, там стоят печати и написано председатель единого представительного органа Sergeant. Он, к сожалению, уже умер. А там сейчас другой. А заместитель, председатель другого профсоюза. По закону, если два профсоюза образуют единый представительный орган, то можно вести переговоры с этим органом. Даже если там нет большинства. Но у них и большинство есть членов профсоюза в итоге. А поскольку никого нельзя по договору членов профсоюза уволить без санкций правкомов, а правкомы санкций не дают. Поэтому администрация в условиях нехватки загрузки, она пошла по линии увольнения. Кого? Тех, кто членами профсоюза не является. Ну а как она пошла? Она пошла путем индивидуальных переговоров. Вот приглашает вас и говорит, ну вам наверно тяжело тут работать, у нас очень трудная работа. Мы вам предлагаем вот там четыре оклада. А четыре оклада это там по 80 тысяч, это 320 тысяч сразу. Никак вот у нас по закону. По закону хуже нельзя, чем по закону, а лучше пожалуйста. По закону за два месяца вам, если по инициативе администрации вас сокращают. И если вы встали еще на биржу, как безработный, еще один месяц, три месяца. А потом, когда закончится этот вот третий год, вас забудут. Потому что уже государство как бы интересуется вашими. Как хотите, так и живите. Ну вот, а тут они предлагали кому три, кому четыре. И там пенсионерам, больным, ну не с таким больным, которые не могут работать, а таким, которым это уже тяжеловато работать. Ну и постепенно сократили количество работников и дошли до того, это уже администрация что сделала, что у них не осталось ни одного члена, ни одного не члена профсоюза в этом зале. А теперь в акционерном обществе. То есть теперь этот вот коллектив, этого предприятия, там только члены профсоюза. Я таких других предприятий не знаю. Только члены профсоюза. Причем потому, что вот в этом коллективном договоре записано, что без санкций профсоюзного комитета уволить нельзя. Без согласия. Согласование. Надо различать согласование и учет мнения. Я вам, по-моему, просто рассказывал, да? Что такое учет мнения? Учет мнения. Сейчас в Трудовом кодексе записано, что вот есть процедура учета мнения. Она заменила процедуру согласования, которая была в КЗОТе до 2002 года. КЗОТ – это кодекс законов о труде. А теперь, с 2002 года, учет мнения. Я, как если я генеральный директор, я подготовил проект приказа своего, который затрагивает ваши интересы. Я даю в профсоюз для учета мнения. Вот, допустим, у нас вот Дима, да? Председатель правкома. Я вам отдаю вот тебе для учета мнения. Он питается, у него волосы дыбом. То есть, если бы он согласен, он говорит, согласен. И тогда я издаю приказ. А он говорит, да вы что? Тогда, если он не согласен, я должен вам отдать не просто приказ, а с обоснованием. Проект приказа с обоснованием. Если не издал, с обоснованием – это нарушение. А если с обоснованием – не нарушение. Вот я вам отдал. Дима удивился и пишет. Мы не можем согласиться по тому-то и по тому-то. Мотивировку. По каким мотивам? Тогда, согласно процедуре учета мнения, мы должны с ним встретиться и побеседовать. Я приглашаю вас на чашечку кофе. Мы пьем кофе. Он ругается на меня. Я внимательно слушаю. Он должен ругаться, он защищает трудящихся. А я внимательно слушаю, поскольку с трудящимися надо иметь контакт. Контакт я имею. Дима выпил свою чашечку кофе. Говорю, ну вот, консультация закончена. Теперь и завтра я издаю приказ. Потому что процедура предполагает, что после консультации можно издавать тот приказ в том виде, в каком я запустил это дело на учет мнения. То есть, учет мнения означает на практике не что иное, как просто задержку в издании этого приказа. Ну, тут есть, конечно, и некоторые юридические моменты, что вот вы можете подать на меня в суд, что вы не согласны с этим. Идите в суд, то есть, приказ-то я выпущу завтра, а в суд вы подадите там, а это будет долго-долго рассматриваться. То есть, если вы хотите, можете судиться. Но все равно, он же входит в действие приказ. А уже, когда он входит в действие, когда вот этот суд только примет у вас еще, и назначил судебное заседание, уже все, уехало. Уже по-другому идет работа на других основах и так далее. Ну, вот благодаря тому, что у них такой рычаг был, поэтому им удалось сохранить хороший коллективный договор. Хотя они даже боятся его куда-то распространять. и не приехали на заседание российского комитета рабочих, чтобы, так сказать, их администрация дорогая, так сказать, не переполошилась. Тем не менее, вот мы вывесили это дело на сайте фонда рабочей академии, вот по этому адресу. Вот адрес. Можно по этому адресу посмотреть, или просто набрать фонд рабочей академии Московское региональное отделение, и там написано прогрессивный коллективный договор. И там висел прежний договор, а теперь висит новый. Новый. Теперь сегодняшнее занятие мы с вами посвятим вопросу о представителях работников. Потому что с представителями, представителя работников, с представителями работодателя все понятно. Представитель работодателя генеральный директор. Или просто директор. А, соответственно, директор может направить любого или любых людей от своего имени для ведения переговоров. Ну и все. А вот представьте себе коллектив. Тысяча человек. Ну и с кем надо переговариваться? Так, вы все уже передадите, да? С кем надо переговариваться? Придет Дима, скажите, а кто вы такой? Я представляю рабочих. Как вы их представляете? Что значит вы представляете? Как вы представляете? На каком основе? Я выполноморщий. Кто у вас выполноморщий? Бумаги покажите. Ну, они подпишутся под тем. Когда подпишутся, да, и придете. Пока вы закройте дверь с той стороны. Ну, я серьезно, я человек директор же. Ага. Да я не против, я вам ничего плохого не сказал. Ну, когда будете представителем, приходите. Так что вам нужно для того, чтобы вы пришли уже как представитель? Что нужно для этого? Чтобы вы избрали. Кто? Члены профсоюза. Нет? Значит, тут есть сразу два варианта. Есть, значит, наш либеральный, так сказать, трудовой кодекс, он все так обрисовал, и, дескать, их можно и без профсоюза. Ага. Можно без профсоюза? Без профсоюза выглядит так. Собирайте конференцию, Дима, работников, только не забудьте собрать больше половины. Так? Они не придут. А меня это не волнует. То есть, наоборот, меня это даже радует. Так, больше половины. Если у вас не будет больше половины, ваше собрание неправомочно. Собрание работников, вот самое вот лучшее собрание работников. Тысяча человек. Надо пятьсот одного иметь. Так? Приходите мне, дайте зал, не дам. Почему? Не хочу. Ничего народ будоражить. Ходят разные. Ну, мы же с вами конфликтологи, мы понимаем все это. Зачем мне это надо? Ваше там. Вы работаете, идите, работаете, нет. Не надо народ будоражить. Люди работают. Стоит ваше действие. Поэтому, на самом деле, это непростая задача. Чтобы собрать конференцию, то есть собрание, можно пойти по клубу, конференцию сделать. Ну, собрание нереально собрать. Помещение вам не дали. А конференция, сколько даже может быть человек на конференции? Зависит все от нормы представительства. Если норма представительства 1 от 500, 1 от 250, 4 человека будет и хорошо. Это все будет законно. 1 от 250 человек. Если у вас там цеха по 250 человек, примерно там по 300, 270, 260. Так, когда вы можете в цеху провести выборы делегатов на конференцию? Вот вы придете во время того, когда там идет трудовой процесс. Так, вы что ходите? Вы что? Не работаете? Выговор. Потом второй выговор. И третье что? Войни. Поэтому как решить эту проблему? Приходить надо в свободное время, не в рабочее. А что такое? Какое свободное время бывает на работе? Обед. Дима, приходишь в обед, люди едят бутерброды. Вы к ним приходите и говорите, вот вы хотите еще больше бутербродов есть? Давайте от вашего цеха одного человека делегатом на конференцию. А когда нужно больше половины работников в собрании? Если собрание, больше половины. А если у вас конференция, то значит вы должны избрать делегатов конференции, но кто-то должен установить норму. Кто инициативу возьмет на себя, то вот если Дима решил взять инициативу в свою руку, или вы. Вы приходите и говорите, вот инициатива наша группа решила, что по одному человеку 250. Ну, у кого если цех 250 с лишним, значит там два делегата. Вот я свидетель того, как в порту 7 человек в порту конференцию собрали. Никто ничего не мог даже и рыпнуться. Потому что 7 человек, а что? Ну, может быть, и большая, там 1 от 20, может быть, 1 от 10. Ну, можно и очень узкую. Задача какая? Чтобы вы были законным. Бумаги надо оформить протокол. Как это сделать? Образное время вы проводите в этих, в разных цехах. Как получится? В обеденный перерыв. В обеденный перерыв некоторые товарищи говорят, давайте, говорит, мы в обеденный перерыв включим в рабочее время. Вот наши товарищи некоторые. С такой инициативой, кстати, вы включите в рабочее время. И вы раньше уйдете, может быть, обед будет, но он будет считаться рабочим временем. У вас как бы, вы как были 9 часов на работе, так и будете. То есть, у вас было 8 часов работы и 1 час обеденный. Сейчас тоже будет 9 часов, но этот будет вам считаться рабочим, и вам будут деньги платить. Зато вы не сможете ничего проводить. Свободного времени у вас не будет. Вы явитесь со своими делами, а я вас уволю. Ну, не сразу. Я сначала выговор, потом второй выговор, потом уволю. Потому что в первой кампании вы получите за это выговор, в первом цеху, в втором цеху. Второй выговор, а после третьего вы будете уволены. На этом закончится ваше собирание. Когда рабочий день кончится, разве нельзя? Да у людей, когда рабочий день кончится, замученные люди, никто к вам не придет. Все возьмут сумки, лохавки и уйдут. Надо быть реалистом, материалистом. Утром вы можете сказать, приезжайте, вон у них начало пол восьмого, приезжайте пол седьмого. И вот вы приехали пол седьмого, и там сидят несколько человек. Поэтому, вот если мы подходим к этому вопросу как материалисты, а не как идеалисты, мы должны понимать, что вот самое реальное – это в обеденные прерывы. Конечно, еще дело в том, что они еще, эти обеденные прерывы, они там в разное время. Вам еще надо, чтобы это совпало как-то. Или где-то вам придется, ну скажем, какую-то работу делать, чтобы уйти на какое-то время за счет того, что вы договорились с мастером о том, что вы раньше начнете в этот день. Вам придут, а вы что делаете? А у меня сейчас вот, у меня сдвинуто было. То есть это надо все понимать. То есть чем отличается мудрый человек от умного? Кто знает? Тут есть мудрые люди? Вы, наверное, мудрый. Не случайно же сели на первый ряд. Чем отличается мудрый от умного? Какой человек сможет решить другую ситуацию мудрый и не попадет в ему? Мудрый что? Не попадет в ему. Ну, примерно, да. Это правильно я ответил. То есть умный, ну, так еще более чеканно в виде другого, так. Умный знает выход из любого положения. А мудрый просто туда не заходит. Не надо туда заходить, чтобы потом необыкновенные усилия проявлять, повышать из этого положения. То есть это надо думать. То есть все люди, которые занимаются организацией каких-то трудовых споров, они все находятся под рентгеновскими, так сказать, под рентгеновскими лучами осмотра. Там же есть там шесть зам по режиму, по кадрам. Все смотрят. А надо, чтобы было все по закону. Вот все по закону, в обед пришли. Кто-то вот... И вам ничего нельзя сказать. И тем, кто кушает... Я люблю бутерброды есть и слушать Диму. Люблю я. Мне нравится так. Я так вкуснее, мне бутерброд. И все. Если ко мне будут претензии сказать, а я отсюда. Не мешай мне слушать человека. Вот будет, когда кончится обедный период, тогда придешь, мастер. А сейчас это... Все, сейчас. Забудь. Нет, тебя нету сейчас. Ты будешь через час. Вот это очень важно. Я однажды лекцию читал на одном заводе. На Балтийском. Закончилось время. Там этот говорит, ой... Сейчас уже началось после обедного перерыва. Вот сейчас надо уже работать. Все, хватит. Лекции. Эти говорят в работе. Ты, ты, подожди. Мы останемся и доделаем. Вот сколько сейчас задержимся в обед, сколько мы сегодня останемся и доделаем. Дай человекам поговорить. Ну все. И вот встал. И они здесь потом доделали. Ну и все. Короче говоря, вот вы провели такие конференции. После этого надо во всех подразделениях, после этого надо составить протокол. Вот. Единый. На основании всего. Всего. Избрано было столько делегатов. Так. Присутствовало столько-то. Короче говоря, вот большинство проголосовало. Большинство. Чтобы получилось, что большинство не на собрании присутствовало, а большинство присутствовало на собраниях по избранию делегатов. А вот на конференции теперь решение принимается уже. Раз это конференция, они не непосредственно демократия, а уже представительная. Да? Через представителей. То две трети голосов надо для принятия решения. Ну, вы взяли такой вопрос, по которому у вас не две трети, а три четверти будет. И вообще для того избирали людей, чтобы там было сто процентов. А вот когда вы потом собираете конференцию, всем человеку соберете где угодно. В кафе можете идти, заказать по стакану чая и провести конференцию. А некоторые вот думают, как я теперь проведу конференцию, мне не разрешают. Потому что одни люди, они делают, а другие объясняют, почему у них это не получилось. Так тоже отличаются люди. Разные бывают люди. Так, вот избрали вас представителем, приходите уже ко мне. Говорите, здравствуйте, Михаил Васильевич. Так вот я вот уполномочен с вами провести чего? Переговоры. Ну, если у вас конференция, то вы можете уполномочить вот всю четверку здесь сидящую. На конференции приняли решение и все вчетвером. Когда мы будем с вами, давайте договоримся, когда. А я по закону не могу отказаться от переговоров. То есть я могу другого послать вместо себя. А вот товарищ у меня, он будет разговаривать. У него он уже. Солидный закон. Ну, то есть я приказ должен для этого написать и передать ему полномочия. Ну, а уже уйти от этого не могу, это нарушение закона. То есть по закону, если есть представитель коллектива, с ним обязаны вести переговоры. Более того, я должен освободить. Вот вы четверо. Одна, значит, точильщица, другая – трассильщица. Этот, значит, слесарь – это токарь. И все должны быть. Я обязан освободить от производительного труда на весь период переговоров. Не на время, когда мы с вами сидим и разговариваем, а на период переговоров. Но не более, чем до трех месяцев. Если долго мы разговариваем, тогда надо поменять, собрать конференцию и других переговорщиков сделать. Тогда их надо освобождать. А это значит, что вы не будете ходить на работу, а будете, что делать? Переговариваться. Ну, сколько вы будете переговариваться? Два часа в неделю. Этого достаточно. Но вы потом должны, вы же не от себя, а вы представитель. Что вы должны делать? Вы должны пойти в цеха или в подразделения. И в этих подразделениях рассказывать. Мы им предлагаем вот это. А они не соглашаются. Потому-то и потому-то. И говорят то-то и то-то. Народ, который имел всякие иллюзии, что вот им зайдут они до доброго царя, и добрый царь скажет, да, мы все сделаем. Они через некоторое время благодаря вашей деятельности поймут, что никакими переговорами вытащить у меня из кармана полтора миллиона рублей, чтобы вам повысить зарплату, не получается. Вы же как бы собрались убедить, что я вам дал полтора миллиона. А у меня острова. Покупать надо острова. И что же у меня не хватит полтора миллиона? У вас нет же таких проблем. Вы меня не можете никак понять. Ну, а вдруг мне детей надо кормить там? Не знаю. Это посерьезно. Ну, дети, ну, ничего новых родителей. Ну, ничего. Люди молодые, крепче, которые меньше едят и больше работают. Ну, вот, понимаете, аргумент этот. Вы же хотите я вам. Ну, что вы хотите. Это общая картина. Я вам данные давал? Давал. За последние десять лет сокращение реальных доходов граждан России составило десять процентов, по данным российской газеты. Раз. Второе, значит, заработные доходы граждан от уровня 2013-го 2013-го года составляют на сегодняшний день девяносто и пять десятых процента. Да. А что вы хотите у меня на предприятии? Ну, это общая картина. Тут беда. 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 Вот. Дальше. Зарплата. 92 с половиной. Реальная зарплата. 92 с половиной процента от зарплаты в 2013-м году. Вы, а вы уже начитались этой газеты и скажете, ну, там же написано. Здравствуйте, Егор Николаевич. У меня сейчас лекция. Я вам перезвоню, ладно? Да. По окончании. Ага. Договорились. Спасибо. Вот. И вы начитались, а там написано, что за этот же период, а именно за прошлый год, 16-й, в России на 10% выросло число долларовых миллионеров и на 11% число долларовых миллиардеров. То есть не такая картина, что денег нет. А у них одних нет, а у других они активно прибавляются. Поэтому это, конечно, аргумент на переговорах. Ну, как вы собираетесь разговорами у меня вытащить деньги из кармана? Ну, я послушал вас, да, говорю, молодец, читаете газету российскую. Видите, то есть, ну, это общая картина. А я тут в общей упряжке, я не могу убиваться из-за рядов. Мы, предприниматели, у нас, так сказать, свои порядки. Ну, что же, я один пойду вам навстречу, меня не поймут. Скажут, я подрываю весь фронт своих товарищей, предпринимателей. Так? Вот вы коллективисты же, и мы коллективисты. И что хотите, чтобы я один вам стал платить, а те потом скажут, что я плохой? То есть, когда мы с вами сидим, в чем смысл тогда этих переговоров? На этих переговорах, как показывает практика, конфликтологическая, никаких дозаваренностей, как правило, самими переговорами не получишь. А все зависит от того, а что вы будете делать во время переговоров. Вот вы там четверо можете организовать, что хотите, правильно? Вы освобождены, и голые у вас освобождены от заботы о производительном труде. Зарплату вы получаете, вам зарплату выплачивают регулярно. И что вы организовали за это время, чтобы на меня повлиять? Что собираетесь организовывать? Только убийство не надо, всякие расстрелы и прочие. У нас фирма тогда будет. Нам на техниках переговорного процесса объясняли, что стороны соглашаются на переговоры только если они взаимозависимы. То есть, сторона идет на переговоры тогда, когда у нее есть и сильная сторона, но и слабая. То есть, зависимая от второй стороны, значит, все равно работодатель каким-то образом... Работодатель. В общем, вы все равно каким-то образом зависимы от работников. То есть, надо просто найти это и немного на это надавить. Ну да. То есть, показатель... Как вы собираетесь надавить? Вот я и не могу понять, в чем интересы здесь. Интересы здесь ясны. У меня интересы очень простые. Повышение прибыли. Что вы тут не знаете? Если я работодатель, что я должен делать? Прибыль получать. Харман в свой класс. Я же мой. Я хозяин. Мои предприятия. А вы кто такой здесь? Мы можем каким-нибудь образом обеспечить повышение прибыли, если нам прибавить зарплату? Ну, поверил я вам. Зачем мне повышать прибыль? А вы хотите у меня ее для начала уменьшить? Если вы обещаете прибавить... Как? И чем вы? Кто вы такой, чтобы обещать? А что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь? Если вы новую технику хотите приобрести, так я ее буду приобретать. Вы тут при чем? Я буду приобретать новую технику для повышения прибыли. А вы-то что можете сделать? Да. Будем работать лучше. Больше. Так я и вам поверил. Вы сейчас должны лучше работать. Больше. Больше. Да хотите вы больше? А где? Как я вам поверю? На словах. Значит, кто... Вот у вас сам... У Ленина можно прочитать. Это ваш, этот деятель Ленин, написал, что кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. А в другом месте он написал, кто в экономике и в политике верит на слово, тот круглый идиот. Я не идиот, чтобы вам поверить, извините. И все. Поэтому люди, поднаторевшие не на техниках, а на том, что они понимают значение переговоров, на переговоры идут для чего? Вам освободили время на течение на три месяца. Что вы за три месяца ничего не сделаете для того, чтобы на меня надавить? Ну, сделаем. Ну, задумайте. Документы для запасовки. А? Да. Будем готовить документы для запасовки. Ну, можете. Документы еще рано для запасовки. Вам надо, чтобы настроение было соответствующее у коллектива. А это зависит от кого? Я хочу поднимать вас. От вас. А как? Настроение какое? Вот, например, что делает докер. Они договариваются. Вы уже контакт есть, вас же избирали, вы же представители. Вот они договариваются. На той же конференции, что во время проведения переговоров, это и не обязательно сообщать начальству, во время проведения переговоров, для уступчивости и для мягкости этих переговоров, нужно провести коллективные действия. Хорошо же звучит? Угу. Какие коллективные действия? Ну, коллективные действия, которые не противоречат закону. А какие они противоречат? Вот вы быстро работаете, а можете медленнее работать. А почему вы можете медленнее? А вот когда вы узнали, вот вы начали свои предложения, вот вы хорошие свои предложения выдавили мне, а я не воспрял. И вдруг у всех стали прям руки опускаться на работу. Причем не только у вас. У вас они не опускаются, вы на переговорах, вам деньги платят теперь ни за что. Как бы вы сидите и переговариваетесь. Да все это два часа. А вот у всех остальных начали руки опускаться. Причем по очереди. Сначала вот наша бригада начинает работать. Вы медленнее умеете работать? Все, все, быстрее, а медленнее? А для чем нужно медленнее работать? Чтобы... Как его называть, если не работодательный? Теперь не нравится это слово. Собственник средств производства, хозяин предприятия, капиталист, буржуй несчастный. Проклятый. Если этот буржуа увидит, что трудоспособность падает, то он... Трудоспособность не падает. Ну, падает... Да, увидит. Он начнет выяснять, а что вы делаете? А вы что делаете? Да. А вы должны делать такое, которому придраться нельзя. Например, товарищи докеры придумали такую форму. Работа строго по правилам. А вы до этого читали правила? У вас времени не было. Вот теперь вы читаете правила и начинаете работать строго по правилам. Есть такой... Если вы скажете, что вы впервые по правилам, скажете, что же вы раньше не по правилам... Нет, раньше вы по правилам работали, а сейчас строго по правилам. А строго по правилам, вот пришли вы на работу. Что нужно делать с утра? Скажите мне, строго по правилам. А? Сказать? Сказать. Это я уже не предпринимательный, только не хозяин. Это я сейчас подружу. Нужно вызвать инженера по технике безопасности, чтобы он вам разъяснил правила техники безопасности. Вот вы меня вызвали. Я инженер по технике безопасности. Сижу. Ну, вы придумали мне сто вопросов? Придумали? Да. Ну, то она задает, потом ты, она, ты. Я, во-первых, я 20 минут вам рассказывал. Потому что никто меня никогда не слушает, а тут меня позвали. И мне это хочется тоже так сказать. Я вам рассказал, и это вызвало обилие вопросов. Я с удовольствием... Это вы в какое время делаете? В рабочее. Два. И вот я спрашиваю, отвечаю. Если вы спрашиваете, я отвечаю. Потом, когда... Ну, так если вы не можете, если вы четверо человек, освобожденный от труда, производительного, не можете придумать сто вопросов, вообще, вы надо гнать вас из этих представителей работников. Вот вы придумали сто вопросов. Вы отвечаете. И занимает это часа два. После этого, вроде как, что нужно делать? Идти работать. Нет, Дима, нужно пойти проверить троса. Вам же объясняли. Вот надо... Если 10 сантиметров, там троса сделана из проволочек. Вот один, только один обрыв допустим на 10 сантиметров. Вот давайте все троса проверим. Все троса проверим. Внимательно только. Вот вы должны принять. Особенно к женщинам обращаю. Они должны внимательно... Потому что эти шалопаи не заметят этих обрывов. А потом кого-нибудь задавят. Ну, и будут смертные случаи. Кто за это будет ответить? Придется отвечать. Хозяин. Он же за это отвечал. Он же не организовал, не обещал. Кто будет отвечать? Кто за кровь будет отвечать за смерть? Кто? А что, думаете, мало смертей на предприятиях? Тьма. И всяких несчастных случаев. На самом деле, очень много. Вот. Это раз. Во-вторых. Ну, вот докеры, они гоняют по этому самому, по порту. Они асы, конечно, на этих своих погрузчиках. И они гоняют так, что иногда страшно даже будет. Я как-то, ко мне вдруг едет человек, который меня знает, член правкома. На такой большой скорости, думаю, сейчас меня все, конец, сейчас задавит. Он, бац! Кто меня затормозил, здравствуйте. А я тут весь уже перегубанный стою. Но, какие-то есть по правилам, с какой скоростью надо гонять? А там написано в правилах, скорость подбирается с учетом, с тем, чтобы обеспечить безопасную работу. Вот вы подумали вчетвером, решили, что больше, чем 6 километров в час... Лучше 3. Лучше 3. 3,5. Вот быстрее нельзя, потому что очень много случаев, смертных в том числе. Ну, и чтобы быть неголословным, вот одного человека просто придавили, раз, в бетонные стенки, а второго, а второй въехал на большой скорости, а это просто факты жизни, зимой. И там, это же берег, и там такое заграждение металлическое. А эти многотонные перегружатели контейнеров огромные, трехэтажной высоты. Значит, раз, это избил, все, и туда налет, провалился, и утонул. И погрузчик, и человек, все. Так в этих условиях, конечно, больше, чем 3,5, ни в коем случае. И вот, ну, это только одна бригада, они молодцы, они думают о безопасности, а другие не думают. И вот одна бригада так работает, а от нее зависит работа всех остальных. Вот они неделю так работают. Я прихожу, и злобно так смотрю. Ну, я же не дурак, я, понимаешь, сволочи. И ухожу обратно, потому что, а что я могу сделать? Это вы же должны, строго по правилам, обеспечивать безопасность. Я и спрашивать даже не буду вас. У меня все ясно с вами. Ну, подойдите. Потом, раз проходит неделя, теперь его бригада будет. И эти работы, как всегда, не строго, а просто по правилам. А почему всем нельзя сразу, сразу по правилам? Дима, ты не знаешь, что надо в кишке наматывать на барабан. Ну, не знаю. Ну, как? Ну, это как сразу, сразу и все. А это будет, волынка будет еще. Вы же на три месяца должны, хорошо, переговоры. Куда, дародайте. Он должен, а в это время вы соседаете и предлагаете вот то, что светлое и хорошее, вы будете больше платить, вы будете лучше работать. Вот тогда это весомо. А то, что я вот языком просто предлагаю, это не весомо. Весомо, когда это подкрепляется. Вот вы тогда представитель. А почему? Вот я прихожу в вашу бригаду, говорю, а что так медленно работаете? Ой, так сейчас опасно все. Столько уже вот случаев у нас. Мы очень боимся. Ну, что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. То есть это совершенно вот в этом ничего. Это вот такая форма. Есть. Она же бесконфликтная. Конфликт есть? И тут же сейчас переговоры. И вот я услышал, что Дима предлагает хорошие вещи, а этот не соглашается. И так мне стало грустно, что руки опускаются на работу. Опускаются. Ну, раз опускается, какая производительность? Ну, сам подумай. Ну, не лежит душа. Все, на душу хотите повлиять? Можно повлиять. Повышайте зарплату. Умежи ковши. И вот смекалку надо иметь народную. И вот, значит, одна бригада, вторая. Но это было и общее решение. Вот в конференции приняли решение проводить коллективные действия. Всем бригадам провести работу срогу, по правилам, по очереди. И это тянется месяц, полтора. Возможно, это приведет. Вот здесь, в случае с принятием этого коллективного договора, так забастовки и не было. Которые ожидали. Но! Работу по правилам время от времени проводилось. Чтобы люди представляли, как будет тогда в случае забастовки. Это как бы работает сейчас. А в случае забастовки все остановится. А поскольку там зависимость всех звеньев одного от другого, это же производство. Это не то, что вот один делает ботинки, другой делает ботинки, третий делает ботинки. Я сделал меньше. Если я делаю каблуки, а вы сделали все ботинки только без каблуков, потому что каблуков я сделал в 10 раз меньше, и общий выход такой в 10 раз меньше. Или я каблуки сделал, а подошву не сделал. Вы что подошву не сделали? Он говорит, ну просто душа не лежала. Как посмотрю на листочки свои расчетные, ну просто руки опускаются. Это ужас. И никаких требований. Не надо меньше требовать, бузить. Это есть такой язык. Вы говорили язык. Некоторые люди думают, что можно языком... Я вот выступал тоже на переговорах, как консультант. На переговорах выступал. Ну это... Дело-то не в том, что я неправильно говорю, а все правильно говорю. Но это все принимает свое внимание, когда есть действие. Если нет действия, это все... В переговорах же все равно эффективнее насильственных действий. Всегда, если есть возможность договориться. Да кто вам сказал? Потому что... Дима, еще раз. Дима, вот давай так, не будем далеко уходить. Вот у меня есть сейчас в кармане 3000 рублей. Вы переговорами у меня вытяните из кармана? Если вы сейчас четверка, сейчас на меня... Если вы зависимы от нас, то да, мы вытяните. Конечно, я от вас зависим. У вас не будет. Я вообще, у меня никто на занятия не приходит. Я плохой преподаватель. Но вы от меня еще больше зависимы. Я у всех двойки вам поставлю. И все. И уйдете вы из университета. Сразу предупреждаю. Кто будет со мной ссориться? Ну, а вам-то хочется всем двойки ставить? Хочется. Хочется? Да. Я держу себя из последних сил. А вдруг это плохо повлияет? Это очень хорошо повлияет. Все остальные поймут, что не надо со мной ссориться. Что, комиссию хотите создать? В комиссии будут мои товарищи. Я вот здесь в университете работаю, существую с 68-го года. Так что у меня тут товарищи, товарищи соберутся, комиссия разбирать, как я поставил вам двойки. И напишут такой суровый документ, что такой-сякой Михаил Васильевич проявлял гнилой либерализм. Давно надо было этих Дим и других гнать из нашего университета бездельников. Дима, ты должен... Понимаешь, вот как артисты, они входят в роль. И вы должны понять настоящий конфликт. Ну что вы... Мы же с вами разбирали, что конфликт – это когда сила аргументов... Мы только что с вами изучали. Чувствуется, вы не изучили, что когда сила аргументов меняется аргументами силы. Вы уже аргументы закончились. На самом деле, когда вот эти переговоры официально начинаются, это значит, что все переговоры, разговоры закончились. Идет дело переходу к насильственным коллективным действиям. А до этого... Зачем вы будете проводить эти переговоры? Вы так бы пришли, вы к директору и поговорили. Слушай, ну повысь нам, у нас мы будем лучше работать. Он говорит, пошел вон. Ах так? Тогда вы делаете так все красиво. Уже никто не говорит, так все плохо. А все хорошо. И тот же Дима появляется у меня в кабинете, уже облеченный полномочиями, и рассказывает мне, как мы безопасность соблюдаем. А я на официальных переговорах должен делать красивое лицо, улыбаться. Говорю, да, как у вас получится, Дмитрий? Алексеевич. А вот, Дмитрий Алексеевич, я подумаю. Посоветуюсь со товарищами, мы найдем способ что-то сделать. Думаю, как бы протянуть, чтобы он бы ушел из этих соборов. Михаил Алексеевич, если мы поставим целью переговоров не вытянуть друг из друга что-либо, а вместе решить проблему, то есть подойти к этому интегративно, интеграционные переговоры, это одна из тех. Если мы наши усилия совместно направим против общих проблем. Дмитрий Алексеевич, подождите, пожалуйста. Проблема у нас... Пожалуйста, разговоры я с удовольствием слышу. Зарплата, все, у вас несколько... Да не, важно, чтобы вы поняли меня. Проблема у нас общая. То есть и вы зависимы от этой проблемы, и я зависим. И если мы наши усилия объединим, мы можем найти для нас обоих такое положение вещей, которое и нас удовлетворит, и вас удовлетворит. То есть мы объединим усилия против общей проблемы. Дорогой Дмитрий Алексеевич, я не как собственник средств производства, а как человек, так сказать, немножко со стороны, говорю, вас кто избрал? Вас кто избрал? Вы о ком должны думать? С кем должны разговаривать? Вы чей представитель? Вы что со мной разговариваете? Вам надо разговаривать больше всего с теми, кто вас избрал. Вы с ними посоветовали? Мы с ними посоветуемся. Ну так вот, вы с ними посоветовали, что им делать? Мы посоветуемся и составим ваш план. Все эти ваши планы, это все до этого. Вот если вы уже дошли до переговоров, я вам разъясняю, что переговоры – это способ подготовить забастовку. А как её готовить? Поэтому думать надо не о том, что вы будете говорить работодателю, а о том, что вы будете делать в течение трёх месяцев по подготовке забастовки. А что вы должны сделать? Вы должны показать людям. Работодатель независим от нас. У него есть обязательства. Забудьте про работодателя, чтобы подготовить забастовку. Вы же поняли, что такое забастовка, что это конфликт, что надо перейти к другим аргументам. Все эти аргументы уже были высказаны. Это вы уже повторяете вчерашний день, прошлогодний снег. Вы должны думать, как убедить людей подняться на забастовку. Это очень трудное дело. А им нужно показать, что работодатель, что бы мы ему не предлагали, и что бы мы ему не говорили, а он ни на что не идёт и не соглашается. Вот вы должны с такими речами приходить в бригаду, где мы послушаем, в бригаду туда, и рассказывать, что я им рассказывал о том, что мы тут друзья, что мы будем лучше работать, что мы будем всё... А они всё равно ничего не делают. Поэтому я вам докладываю, товарищи, я ещё буду говорить. И в следующий раз буду говорить. И через две недели буду говорить. Но я уже понял, что не собираются они делать, что никакие аргументы не действуют. А вы это, между прочим, как просвещенный представитель, должны были понять ещё раньше, что всё время этих аргументов прошло. А как конфликтолог знать, что такое конфликт? Что если люди не договариваются словами, то они переходят к другим аргументам, аргументам силы. И не надо возвращать нас на тот круг, с которого мы уже ушли. Это иллюзия. Вот вы думаете, я пришёл, я профессор, у меня есть аргументы, я убедил генерального директора, что это смешно. Смешно, что я убедил его отдать деньги. Да дело не в убеждении, а в том, что он тоже зависим, если он пошёл на переговоры. Да это вы больше. На переговоры он пошёл просто, он с удовольствием пойдёт на переговоры, потому что на переговоры он должен идти по закону. Он и идёт. Зависимость состоит в том, что я вот этим оболтусом, четырём, которых я считаю оболтусами, плачу зарплату ни за что. Вы не забыли, как надо управлять погрузчиком? Ну, так. Вот так прямо при мне говорил первый зам генерального директора. А тут ведь нет, у меня уже, говорит, они и так вот слепую, спокойно. Как только закончится, говорит, вы как только выполните то, что мы требуем, мы после этого сразу всё заработаем, будет хорошо. Санкция получается на невыполнение. Надо, чтобы другого выхода... Но всё равно оно носит деструктивный характер. Созидание не может носить деструктивного характера. Если в результате этой деятельности вы повышите зарплату, это будет созидательным. А если в результате кончится всё болтовнёй, пустыми разговорами и переговорами, вот эта иллюзия, что на переговорах можно убедить вытащить полтора миллиона рублей из кармана. Ну, вы понимаете, о чём идёт речь, нет? Вот у меня они расписаны на покупку островов, а вы хотите, чтобы я их вам отдал. Вы чё, смеётесь? Да меня жена разопилит. И дочки мои с ума сойдут, будут меня щипать. А ты будешь рассказывать, какой ты димам и убедил меня сдать полтора миллиона, неизвестно кому. Ну, ты даёшь всё это. Что же люди? Это люди вам рассказывают, которые сами никогда никаких коллективных действий не делали и не видели, как они на самом деле делают. А я вам хочу сказать, что я присутствовал в забастовке, которая полтора года шла. И это шла сама забастовка за не полтора года, а подготовка к забастовке. А коллективные действия были регулярны. Ещё бывают другие коллективные действия. Какие бывают коллективные действия? Какие могут ещё быть коллективные действия? Это вот работа строго по правилам. А есть просто замедление работы. Ну, медленнее вы. А почему? Не хотите вы... То есть, вообще-то, вы стремитесь к повышению зарплаты. А потом, вот, докеры морского порта, другие компании сделали, им установили такую форму оплаты, что больше работаешь, больше получаешь. Меньше работаешь, меньше получаешь. Хорошо, они сказали. Мы будем меньше работать, меньше получать. И все стали меньше работать. Не стали никаких забастовок делать. Стали меньше работать. Ну, и меньше получать. То есть, они как бы... Но если они забастуют, они вообще ничего не будут получать в своей забастовке. Правильно? А тут они просто меньше получают. Ну, так они и не 90 стали получать, а 70 тысяч там. Или не 70, а 60 тысяч. Но стали меньше работать. А раз меньше выработка, то, соответственно, скажем, Движение кораблей, поезда подают с вагонами на погрузку, а они приходят полупустые, никак не загрузят, стоят, платят неустойки. То есть они наносят ущерб работодателю. И все нарушается это движение. И при этом надо сделать искусство тех переговорщиков состоит в том, что если пришел Дима Красновичево, убеждаясь, что надо пойти навстречу, это значит, что в это время проходят как раз те самые коллективные действия, которые придают смысл глубокий его выступлений. И тогда убедительно получается. А если вы только мне разговариваете языком, то это неубедительно совсем. Меня языком вы не убедите, что надо делать. Это как вы сейчас будете меня языком разговаривать на зачете. Ну что вы будете меня убеждать? Не расскажите мне, и не поставлю зачет. Что тут убедите? Ну вы поняли, что у меня единоличное диктаторское право. Что тут, в чем можно убеждать? Ну вы, конечно, не боитесь, вы мне экзамены уже сдавали по философии. Знаете, я сейчас буду вам ставить не из самодурства. Но если вы ничего не будете знать, так что я вам поставлю? Сами знаете тоже. Что тут такого? То есть надо уже взрослеть и понимать, что в жизни решаются все серьезные вопросы. Решаются не разговорами, а силой. А государство – это государство разговоров или орудия насилия? Чего? У нас государственный университет. Вы поняли? Государственный. Государственный. Кто не сдаст зачет, отчислим. Что тут непонятно? А какой смысл вот в этом названии государственный? Санкт-Петербургский. Вот был бы частный. Ну хотите, так хотите. А государственное – это государство, это тюрьмы, лагеря, это войска. И, в том числе, внутренние войска. Вот что такое государство. Мы с вами изучали. Как вы еще понимаете? Если необходимость государства… Почему вы рассматриваете государство как машинности? Потому что я не дурачок. Потому что я знаю, что это такое на самом деле. Рассматривайте, может, как угодно. Оно всегда… Всякое государство создается для того, чтобы обеспечить господство одного класса. Пока это господство необходимо. У вас есть примеры такого рабовладельца государства, которое бы защищало интересы рабов, а не рабовладельцев? У вас есть примеры феодального государства, которое защищало бы крестьян, а не помещиков? У меня есть примеры… Вот, допустим, Степан Разин поднял восстание, а тогда государство взяло бы и сняло бы царя, а того самого Степана Разина поставило бы на царство. Которое существует, чтобы сохранять баланс между… Вот баланс французское буржуазное государство отрезало головы, причем гильотиной, чтобы сделать баланс. Чтобы слишком уменьшить количество этих самых дворянских голов, и они катились прямо с фишафота. Я знаю, да. Баланс. А вы это рассказываете про баланс. Это особый цинизм. Сами отрубают голову. Вот у нас набережная Балар-Биспьера, улица Марата. На самом деле, государство же… Я понимаю, раньше, когда оно имело монополию, там какое-то единое держание, тогда да, можно было так рассматривать. Государство всегда… Сейчас государство обязуется регулировать отношения между… Не обязуется, а рассказывает вам. Не государство что-то имеет, а класс, господствующий, имеет в руках дубину, которая называется государством. Вот она с помощью нее и регулирует. Маленькие дубинки называются регуляторами демократии. Вот пойдете не туда, где запрещено, получите по голове. Сейчас получите по голове. В советское время такого не было. Но в советское время было государство диктатура пролетариата. А сейчас у нас государство диктатура буржуазии. Пойдете на неразрешенный митинг завтра, получите по голове. Сегодня, если вы пойдете к шести часам к Финляндскому вокзалу, там вот подписали бумажки, что разрешают вам пройти от Финляндского вокзала до Аврора. И там выступайте, и слушайте. И вас никто не тронет, а будет стоять полиция и вас охранять. А некоторых там, целые БТ-сообщества, они регулярно там хватают и дают им по башке, чтобы они знали, что они не заботятся о воспроизводстве населения России. Эта полиция делает с особым удовольствием. Я там наблюдал многократно. Вот там как подходит к ковру уже, к мосту. Дубинки. Они видели, какие стоят там? Пенсионеры проводят митинг, а там стоят вот такие вот космонавты с прозрачными шлемами, и тут у них бронежилеты. А вдруг бабушки с этими палками, а у них бронежилет. А сверху по голове глаз не выколешь ничего. И все хорошо и тихо, и спокойно проходит. А рядом прохаживаются полицейские, обычные. Они добрые такие, потому что они ничем не вооружены. Они просто наблюдаются порядком. И все. Вот вы тут не видите, у нас тут вообще очень город высокой культуры. А в Москве, если посидишь где-то в час ночи на вокзале, сидит там бомж или два, или три. Подходит полицейский, вот так среди, ничего не говорит. Как, даст ему по спине. Кто-то взводит и уходит. Выгоняет их на мороз. Потому что они как бы не люди. Не видели такое? А потом в тюрьму у нас не сажают тех, которые на недарегистрированные митинги, в них участвовали. Сейчас все время сажают по тюрьму. А тюрьма – это орган принуждения или орган раздачи вкусных пирогов? Дима, надо же с иллюзиями, детскими иллюзиями. Пора расставаться. Пора. Пора. Тяжело, конечно, я понимаю, да. Пока не получишь, по голове не поймешь. А чтобы этого было не голые слова, если не избавишься от иллюзий до сдачи этого самого зачета, то и зачет не получишь. И тогда эта дубинка обрушивается на вас, и вас выгоняет из университета. У нас же такой… Верию марксизма, я получу зачет, да. Хоть, да. А как вы думаете? Ну, вот так сложилось, вам не повезло. Беда. Вот Ленин, он был не согласен со всеми идеями, по которыми сдавал здесь экзамен экстерном. Он приехал. Бама и уходила, просила. Он же участвовал в студенческих волнениях в Казани. Его вычислили. Вот он, как вы, думал, так, все будет хорошо. Он выступает. Как вы сейчас против меня тут выступаете. Вот его взяли и отчислили. А вот мама ходила и говорила, что я дворянка. Сыночек мой дворянин. Разрешите ему сдать экзамен экстерном в Санкт-Петербургском университете. Она… Сейчас бы ни за что не разрешили. Сейчас такого даже экстерному даже… Вот вы все знаете за все пять лет. Никто не будет вам сказать. Не-не-не. Сидите пять лет все так и ходите, и сдавайте. А так бы вы могли прийти, все сдать и смотреть на них свысока. Они бы все сидели, а вы бы уже защищали кандидатскую диссертацию. Вот приехал, сдал все предметы. Вы что думаете, он там разделял все идеи? Нет. Нет. Но он пятерки-то получил. Да. Ну и вы должны зачет получить. А дальше это… Выслушай и сделай по-своему. Я вовсе вас ни к чему не призываю. Я вам разъясняю, как есть. Если у вас есть лучшие советчики и там более глубоко понимают и знают. Хотя я думаю, что вам найти будет людей, которые участвовали в таком количестве забастовок, в которых я участвовал, не очень. Вы, наверное, понимаете, почему, скажем, такие вещи я тут преподаю, а не с кафедры конфликтологии. Потому что я в этом деле, так сказать, являюсь не просто теоретиком, который что-то слушал, так и в переговорах. Те люди, которые на переговорах, их не пустят на те ресурсы, на которых я выступаю. Вот сейчас, сегодня висит семинар, так сказать, обсуждение телесериала «Спящий», в котором я участвовал. Его посмотрело 160 тысяч человек. И вы мне будете рассказывать про переговоры, как их надо вести. Их надо вести с использованием современных средств массовой информации. А не так, что вот я поеду ля-ля-ля. А будете плохо вести, я про вас расскажу, чтобы все узнали. Будете такие сказки рассказывать, что вот так люди просто с ними поговорили, а они прямо вам отдали деньги. Такого не бывает. Вы себе не представляете, бывает другое. Вы все отбирают у людей, не оформляют их, не оформляют даже трудовые договоры, не отчисления никаких фондов медицинских. То, что было, меняют вредные условия на полезные, чтобы не платить деньги. Меняют особо вредные условия на просто вредные, чтобы тоже не платить деньги и сократить время на то, чтобы люди, так сказать, в отпуск уходили дополнительно несколько дней. Вот это у нас сплошь и рядом. В 2013 году специально изменили форму по всей стране учета условий труда. Раньше учитывали условия, вот так вот, температура, влажность, по приборам, как материалисты. Не как маркетисты, а как материалисты. А сейчас я, как работодатель, заказываю фирму. Вот фирма приходит, приходит, а Дима тут стоит на берегу в Робе. Я говорю, работает на свежем воздухе, на берегу моря. Какие вредные условия? Все, снять эту вредность, убрать эти... И сейчас, с 2013 года, появилась так называемая СОУД. Специальная оценка условий труда. Я заказываю фирму, которая будет оценивать ваши условия труда. Ну и как думаете, она оценит, если я заказываю, ей плачу? Непонятно? Вот она приходит, и вот, скажем, мы смотрели у трамвайщиков, вот есть у них профсоюз. Гор электротранс. Там 11 тысяч человек. Гор электротранс из Санкт-Петербурга. И все у них там, обрушили просто всю систему льгот, связанных с условиями труда. Вот кондуктор и водитель подвергаются постоянному электромагнитному излучению. Раз. Во-вторых, кондукторы, заметили, что он продирается среди этих самых... Каждый целый день продирается, чтобы у вас там карточку отметить. А у нас больных-то сколько? Она точно заболеет. Потому что она... Потому что она все время контактирует с этим людьми. От нее чихают и кашляют целый день. А у нее еще дети, она заболеет, еще ей дети заболеют. И все у них обрушено. У них... Малоко давали раньше, вредную работу не дают. Дни отпуска забрали. Всякие поощрения, эти компенсации свои забрали. Так что надо быть реалистичным. Если бы вы изучили, сказали, а вот я исследовал и выяснил, что оказывается кто-то... О чем вы говорите? Вот у нас некоторые люди, которые считают себя прогрессивными, выступали в Думе. Есть такой в Карелии депутат за то, чтобы сделать обязательной индексацию. Это люди безграмотные, потому что, во-первых, она и так записана в кодексе. У нас есть статья 134 и 130, в которой говорится следующее, что повышение уровня реального содержания зарплаты. 130 статья к ЗОД Трудовому кодексе говорится, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть не просто индексация, не на прошлый уровень, а повышение уровня потребления. 134 статья так и называется «Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты». И что вы думаете? Вот они вот выступали, говорили, КПРФ тут участвовала, Справедливая Россия, ЛДПР, кроме Единой России. Потом они притащили этот свой проект в Думу, глупый, потому что они предлагали слово написать в этой статье, что оно обязательное. Да все законы обязательные. А то, что вы напишите обязательно, еще раз одно слово, ничего не менять. Они даже не додумались до того, что надо изменить административный кодекс административных правонарушений и написать там, что кто не будет обеспечивать индексацию. 50 миллионов рублей с него штраф. А если, так сказать, злостно это будет делать, то в уголовном кодексе записать, что до 4 лет лишения свободы. Тогда будут делать, как только появилась в уголовном кодексе статья, стали вовремя выплачивать зарплату. Сейчас товарищ Рогозин приехал на космодром Восточный и выяснилось, что там десятки тысяч человек не получили зарплату, которые работали на этом космодроме. И он там возбудил десятки уголовных дел. Ну, вернее, инициировало возбуждение уголовных дел. И зарплату стали выплачивать. И деньги возвращать, миллиарды, которые, так сказать, были выделены тем, кто должен был делать эти работы. А работы не сделаны. И приехал туда Путин, и вместо того, чтобы там стоял дом, из которого можно смотреть, как идут пуски ракет, там траншею прокопали, чтобы оттуда из траншеи президент смотрел. Потому что эти строители, ну, они уже до последней степени дошли, ну, не выполняют. А раз рассовывают по карманам то, что им дают для строительства. Им это надо знать вообще факты, какие есть. Факты такие говорят о том, что в данном случае вы еще не правы не потому, что вы такой застарелый, а потому что вы еще не зрелый. Вы еще не очень оценили, что происходит на самом деле. На самом деле берут человека, вот, не только с ним не заключают договор, а выносят его, если он сломал ногу или руку, или ему отрезал руку или ногу, или повредил его очень сильно, и выносят его, и кладут его там за забор, и все, и больше его не знают. В Москве была забастковка рабочих, тысяч рабочих, которые работали в Донстрое, в домах особого назначения строили. А еще там 29 тысяч – это гастарбайтеры, которые вообще не были у них трудовых договоров. Вот эти 10 тысяч человек забастовало, которые возят гастарбайтеров на работу и с работы, и которые работают на бетономешалках, на бульдозерах, на кранах, то есть на технике все. А когда это тысяча забастовало, остановилось все, потому что никто не выводит этих на работу, не приводит. И тогда туда приехала прокуратура, и тогда она заставила оформить договоры. Вот только таким образом, забастовкой, а никакими силами прокуратура не могла заставить. Или не хотела. А зачем мне это надо? Она идет в прокуратуру, ее все клянут, никто не выполняет. Насилие является появивальной бабкой в истории. Революция – это локомотивы истории. Вот, например, самая красивая революция, которая была проявлением силы без жертв, была Октябрьская революция, завтра ее отмечают как раз. В чем это выражалось? В том, что когда была буржуазная революция, сколько было? Тысячи были жертв. Посмотрите, у нас на Марсовом поле, вот эти гранитные камни, это там захоронены тысячи убитых в период буржуазной революции. Говорю, буржуазия к власти приходила. Она поубивала столько народа. А когда вот рабочий класс брал власть, поскольку он все-таки из власть трудящихся устанавливал, где жертвы? Где жертвы революции? Расскажите, где подойти и положить на могилку цветочек? Куда, Дима, скажи, куда мне пойти? Где похоронены жертвы репрессий? Нет, про жертвы революции я спрашиваю. Про жертвы репрессии – это сказка вот вчера товарищ Черняховского наберите. Он вам расскажет, что про репрессии говорят люди, которые не понимают, что всякое государство создается не для того, чтобы приветствовать, а чтобы репрессировать своих противников. И все государства репрессивные. Роволовейческое государство репрессировало рабов. Феодальное государство репрессировало кого? Трестьян. Так, буржуазное государство отрубало голову феодалам и сторонникам феодализма и крепостничества. Пролетарское государство – противников советской власти. А противники советской власти стали репрессировать сторонников советской власти и продолжают репрессировать. Рабочих они репрессируют, себе отбивают карманы, а студентам дают 1500? 1480. Нет, уже больше, чем в этом уменьшают. 1513, да? 1517, а он ретроград, он старыми цифрами живет. 1517, и можете ни в чем себе не отказывать. Это что, не репрессии против студентов? Вот я, например, который получал 60 рублей, будучи студентом, когда директор Киров сказал 120, я вот с этих позиций смотрю, я вижу, что вас-то репрессируют. Но это же смешно, бывать студентом. Студенты должны быть независимы от родителей. Потому что это взрослые люди. Чтобы они могли, не в том смысле, что я куда-то призываю вас отходить, только вы, в принципе, учились, получили бы на свое пропитание, на учебнике, на книге и так далее, а родители вам бы еще чего-нибудь помогали и так далее. А вы, получается, все время зависимы. Вы зависимы уже сейчас. Опять вы в школу уже дети тоже зависимы. Потому что нас вот показали дорогу в школу, и все. Потому что не убивали детей. Не воровали детей. А сейчас воруют и убивают. Вот где репрессии. Вот сидит товарищ моего возраста. Вот один раз нам показали дорогу в школу, и все. Никто в эти самые железные клетки школы не закрывал. А ради кого закрывают? Чтобы у богатых не воровали детей. Потому что если вы не богатые, ваших детей не своруют. Не волнуйтесь. Те люди, которые воруют, воруют у тех. Вот если я миллиардер, у меня сворвали, говорят, хотите дочку увидеть снова? Вот туда отнесите. Полтора миллиона рублей. И получите. И что-то не знаете. У меня есть внучка в Ростове-на-Дону. С точно такой же именем и фамилией. Девочку. Она пришла. Звонила сестре из школы. А сестра, чтобы в домофон. И никто не зашел. Потом сестра уходит. Нет ее. Раз ее в багажник машины. И требовали 500 тысяч. Но ей повезло. Поймали этого самого. Кто ее засадил. Мгновенно. Ну для кого делают эти вот самые. И почему теперь стоят там вахтеры и всех проверяют. Это ничего же не было. Причем вы рассказываете про репрессии-то. Но если кто пойдет против народа, его репрессировали. То есть подавляли. То репресс по-русски перевожу с английского. Пресс давить. А репресс подавлять. Всякое. Как только государство перестает подавлять своих противников, подавляют это государство. И тот класс, который имел это государство. Вот сейчас и подавляют всех тех, которые трудятся. А те, которые не трудятся, те и подавляют с помощью своего государства. Что-то такое удивительно. Что такое коррупция? Ну вот я вам только что цифру назвал. 29 миллиардов рублей. О чем вы говорите? Тут люди 29 миллиардов получили, а вы хотите, чтобы степень. Нет денег на вашу степень. Они все эти деньги уже схвачены. Надо в широком смысле видеть это. Подавление. А я против. Я не против подавления. Я против подавления трудящихся за подавление паразитов. Потому что кто не работает, тот да не ест. Вот это правильная постановка вопроса. А вы за то, чтобы кто не работал, тот ел. А тот, кто работал, бы не ел. А что тогда вы против марксизма тут выступаете? Это обычная постановка библейская. Что тут такого особенного? Каждая наука разве это впитывает все предыдущее. Все хорошее, а не просто так. А вы никак еще не впитали, что то, что написали, три буржуазных историка. Хири, Минье и Гизо. Вся история является историей борьбы классов. И тот этого не понял. Тот вообще безграмотный с точки зрения буржуазии, а не с точки зрения рабочего класса. Классовая борьба. А в классовой борьбе есть господствующий класс и подчиненный. Или вы господствующий ваш класс, или подчиненный. Но каждый класс, который господствующий, создает себе орудие насилия для господства. Потому что он, в отличие от вас, понимает, что словами, если словами я них не убедил, то я вам просто не поставлю за счет. Вот оно, где принуждение-то. И оно и присутствует. В чем смысл государственных учреждений? Все государственные учреждения построены на том, что кто не выполняет государственные нормы, его подавляют. Владимир Владимирович пришел и сказал, я вот осуществлю диктатуру закона. Он ее осуществляет, как может. Какое-нибудь государство знаете, которое у меня было в государстве, диктатура этого класса? Расскажите мне. Не знаю. Я не считаю, что в наше время целесообразно делить общество на два противодействующих класса. Да общество-то все равно, что вы считаете. Даже все равно, что я считаю. Есть объективная истина, а вы хотите выхолостить истину и перейти к мнениям. А у меня мнение, что до Луны 5 километров. И вообще у меня мнение, что в 13 веке надо было делать то-то и то-то. У меня есть мнение по любому вопросу. Не надо это переоценить. А знания у нас сейчас идут только по конфликтологии. Мы сейчас разбираем конкретный вопрос. Исходя из того опыта, который у нас накоплен. У тех людей, которые этим специально занимались. Вот всякие грамотные люди, они к мнению специалистов должны прислушиваться. Вот я тут являюсь специалистом, а вы еще молодой специалист, который еще ни в одном конфликте не участвовал, ни в разрешении, ни в освещении. И поэтому, а вот я в 1994 году зарегистрировал министерство юстиции фонд рабочей академии, президентом которого являюсь. И поэтому с 1994 года ко мне стекается вся информация о том, какие конфликты и где, и как разрешаются. И я неоднократно выступал, в том числе и арбитром, или в том числе в арбитраже, в трудовом порту. И более того, был научным руководителем, руководителем службы по разрешению коллективных трудовых спорумов в Ленинграде, в Ленинградском, заводчик Котлобаева по юриспруденции, по диплому юриспруденции. Поэтому у меня есть некоторые основания рассказать вам то, что я знаю, не потому что я умнее вас, а потому что у меня накопленные знания, которые я хочу вам передать. А вы должны выслушать и сказать спасибо. И то мнение у вас не отнимет. Почему? Потому что мнение у них... Ну как вы себе представляете? Вот с чего я вами руководить буду, что ли? Так вы как хотите, так вы поступите. Правильно? Это некоторые... То, что люди учатся не из слов, и не из книжки, а из жизни, это известно. Но предварительные знания они получают. Вот вы когда будете этим заниматься, вот вы будете вспоминать. Так вот, подтверждается то, что я говорил, или нет. И тогда вы оцените. У меня же нет цели противопоставить вам что-то. У меня цель понять вас. Ну и хорошо. У меня тоже нет цели вам. Поэтому я, собственно, и задаю вопросы. И у меня нет никакой цели. Вы же меня задаете вопросы, как бы посмотреть, что я скажу, а я вам отвечаю, чтобы вы услышали, что я могу сказать. И у нас это очень хорошо получается. У нас с вами отличные отношения. Правильно? Это совершенно естественно. Потому что, так сказать, и чем в известном смысле прямее и резче, так сказать, эти ответы, ну, тем легче, так сказать, их воспринимать. В том смысле, можно отвергнуть, можно проверять. Самое, так сказать, вот знаете, как говорят, вот вы упираетесь, да? А меня учили, что опереться можно только на то, что сопротивляется. Потому что то, что не сопротивляется, на него обопрешься, оно так заскользило и упадешь. Поэтому это тоже нормально. Вот вы сказали, я слушаю, и у меня тоже нет такой цели. И вы же понимаете, что я вам, конечно, поставлю зачет. Но сказать же, что я могу не поставить, это могу же вам. Ну, вот и все. Имея в виду, что у меня есть арсенал средств принуждения, ну, я не на него опираюсь, конечно. А зачем я буду на него опираться? Как же смысл? Ну, что? Ну, хорошо, ну, не поставлю вам. Ну, другой придет, которому я не поставлю. И что это такое? В этом нет никакой задачи. Но понимать систему надо, потому что вообще система построена на том, сказано, что вот сегодня у всех выходной, а нам приходить, вы пришли. Некоторые еще не поняли, которые вы. Не пришли. А почему не пришли? А репрессий нет, потому что. А какие, мол, репрессии? Раз на месяц лишили стипендий, будет приходить. Сегодня какой день? Рабочий. Вот я ходил, спрашивал, думаю, что ты узнаешь, я как дурак припрусь. Я один раз пришел, вот так. Все закрыто, один я тут был в здании. Тоже был такой вот праздник, то я никак не мог разобраться, это праздник, когда мне надо идти или не надо. У нас же как в университете? Преподаватели по шестидневке и студенты, а все деканаты, лаборанты по федерали, все по пятидневке. Я спрашиваю у своей лаборанты, будет ли шестого дня? Она говорит, я не знаю, у меня выходной. А у меня когда выходной? А поскольку я, у меня же нагрузка, я не вижу разницы между выходным и не выходным. Есть занятия? Я прихожу. Нет занятия? Я не прихожу. Я пошел в деканат узнавать. Они все сказали, да, да, у вас занятия. Я думаю, интересно, появятся студенты или нет. Они просто отмечают столетие октября. Завтра надо отмечать. Вот я проверю, кто был сегодня на этом самом, в шестье участвовал, от Миллянского кавролия. Все поставим зачет этих. А чем они отмечают? Вот матросы в 18-м году первым делом, что сделали, сразу разбили винные склады, чтобы народ не перепился. Да, где даже цитату Ленина видел про то, что он пишет, что алкоголь двигает нас назад в капитализм. Ну вот, видите, да. А вот без алкоголя осталась вот только великолепная четверка. И я ее, эту четверку, буду принуждать. Вы что, смеетесь? Ясное дело, что это, так сказать, люди избранные, отобранные. Это, может, как делегаты на конференции. Здесь представители от группы, да? Полномочные. У вас полномочия есть? Покажите бумагу. Мы ее составим. Вот составьте и покажите. То есть мы перешли, поскольку это уже государством прописаны, вот эта сфера правовая, она вся сфера принуждения. Почему? Что такое право? Воля господствующего класса. Не, возведенная в закон. Воля господствующего класса – это не право. А вот она когда в закон, то есть написана на бумаге, и это такая запись, за которой стоит сила государства. Если человек это не понимает, значит, зря мы ему поставили. Отлично по философике. Зря. Но уже ничего не поделаешь, не вернешь. Или вы можете написать заявление, прошу меня исправить на 4. Ну, право – это возведенное в закон, а закон – это норма. Норма – это не значит, что если я приказ сделал только на Дмитрия, распространяющийся, это не норма. Вот хотя бы на двух человек – это норма. Так вот, норма, за которой стоит сила государства. Вот если есть, подкрепляется сила государства. То есть, если нет, если нарушается, может быть наказание. Если нет наказания – это только видимость закона. Никто и такие законы не выполняет. У нас настоящие-то законы не выполняются, сплошь и рядом. А уж такие законы, за которыми нет никакого принуждения, никто не собирается выполнять. Какая ответственность за то, чтобы люди не повышали реальное содержание зарплаты? Ну, никакой нет ответственности. А раз нет никакой, приходится здесь заменять самим трудящимся, вот в своих вот этих конфликтах, о которых мы с вами говорим, ту силу, которую должно было сделать государство. Государство должно было наказать такого работодателя, который не повысил зарплату. Вы бы пошли, Дима, и убедили бы государство, что мы будем больше получать и лучше работать. Вот я когда в Думе выступал, убежал государство принять наш проект трудового кодекса, я так примерно и выступал, как вы. Потому что я думаю, ну что я буду, там сидят в Думе кто? Представители работодателей. Ну что я буду им рассказывать? Надо им так рассказывать, чтобы было убедительно. Я сказал, если, как вы понимаете, вы хотите быстро наконец скакать, так вы должны понимать, что если вы будете его кормить гнилой соломой, то он упадет и вам сломает шею, вам сломает шею. Это было убедительно. И за наш проект проголосовало 189 депутатов. Он занял почетное второе место. А пролетели правительственный проект, проект 8-ми профсоюзный, проект Московской городской думы, проект Яблоко, Голов его представлял. Этот Голов у меня был в комитете комсомола, культсектором на Матмехе, когда я был. А потом стал депутатом. И сейчас хотел пройти снова в Думу, но его никто не взял туда. И еще один был. Митрофанова проект, ЛДПРовский. Митрофанов сейчас разыскивает полицию. Он за рубежом. Жулик оказался. А то он недавно еще по телевизору выступал. Так что вот такая картина. Поэтому аргументация правильная. Но это надо подкреплять все. Мы же говорим о... Вообще вот у нас, если речь идет о законах, а мы сейчас говорим о законных правилах проведения переговоров, надо прекрасно понимать, что вам дается законам, то есть государством, то есть буржуазии вам дается право, умный буржуазий, который понимает, что если совсем будет нищать рабочий люд, то и буржуазии нечего будет извлекать прибавочную стоимость. Например, английская буржуазия не потому стала повышать зарплату и отказываться от детского труда, что ее кто-то принуждал. Она поняла, что иначе вымрет рабочий класс, а вместе с рабочим классом вымрет и буржуазия. Потому что прибавочная стоимость получается у него. Поэтому закон неплохой. Но он вам дал, примерно, закон вам говорит, боритесь, если вам получится, молодец. Не получится, ну и дураки. Вот как ставят вопрос буржуазии. Тоже правильно. Не надо из вас воспитывать захребетников, паразитов, которые ждут, что для них все сделают. Идите и боритесь. Вас освободили на три месяца. Если вы за три месяца не подведете дело все к забастовке, и чтобы не делать забастовки, придете к этому самому своему начальнику и скажете, слушай, зачем тебе эта забастовка? Давай руки пожмем, и ты вот все делаешь. Это будет убедительно. А все три месяца у вас есть для того, чтобы вы эти разговоры вели свои. И ведите их на здоровье. Но вы должны их не просто вести, исходя из того, что вот вы что-то хорошее сказали, а вы должны их довести до решения. Потому что вы вас делегировали, а вы все проболтали три месяца, ничего не сделали. И тогда вас покарает суровая рука товарищей. Зря мы за вас голосовали, Дмитрий, ничего, оказались вы болтуном. Поверили в сказки, что кто-то у вас просто из разговора, значит, и по разговору будет делать то, что вы выпускаете здесь. Меня поставил, я генеральный директор, меня поставили миллиардеры. Мне сказали очень просто, если ты повысишь сколько на цену зарплату, ты завтра не работаешь. Если я Диму не могу уволить, потому что Дима у нас на неопределенный срок, и это целая канитель устроить, уволить Диму, а уволить генерального директора, моему хозяину. Я же не собственник, я представитель работодателя. генеральный директор, завтра левая нога захочет меня уволить, его уже нет. Вот сейчас в таком же положении у нас находятся наши уважаемые директора. Они не деканы. Декан, это надо, чтобы его уволить, надо, чтобы было решение ученого совета. А ученые совет, сами понимаете, тут авторитетные люди и так далее. Я думаю, что зарплата у них теперь больше, чем у деканов. Но зато, если кому-то придет в голову их уволить, ну и все. Вот, директора-то ничего не стоит уволить. Как-то университет потерялся. И кафедру ему уже не дают, и ученый, совет докторский уже у другого. Так что, вот надо просто видеть реальность жизни. А вы еще пока в плену иллюзии. Ну, я должен вам помогать, от них избавляться. Это трудно, но надо делать. Вот тут у нас с вами общий интерес. На этом интересном месте, позвольте ей закончить. Имея в виду, что благодаря блестящей организации его дела, у меня постоянные конфликты теперь с другими преподавателями. Потому что мы ходили раньше и получали вот тут ключики. Да, теперь там... А теперь, вот за мной бегает женщина, которой я должен отдавать эти ключи. А я сейчас побегу к 137-б, там меня ждет преподаватель. Потому что если я пойду вниз, а он пойдет позже сдавать, то я ни того не получу, ни этого. И мы теперь, как дураки, так сказать, двигаемся туда-сюда. И я вынужден заранее кончать, чтобы разрешить эту проблему. Бесконфликтно. Продолжение следует...